Всем привет! С вами ЛФТЛ и новости кино. Как он отмечает, в его намерение входит не только снять четвертый фильм о Робокопе с участием сильно постаревшего Питера Уэллера, но и устроить кампанию на Kickstarter по сбору средств, чтобы на собранные деньги выкупить все копии ремейка фильма Робокоп 2014 года и затем уничтожить их, взорвав к ебеням. Пусть даже на это и уйдет часть бюджета его нового Робокопа. Как отметил Верховен, Питер Уэллер в доме престарелых уже начал активные физические тренировки, чтобы вновь надеть ваты механического защитника правопорядка. Релиз нового фильма намечен на 1 апреля 2019 года. Полным сюрпризом стали подготовки к съемкам ленты «Чужой против Хищника 3». Права на франшизу выкупила студия «Асайлум». Как заявили боссы студии, теперь франшиза будет поставлена на поток и фанаты каждый год смогут видеть новый фильм. Режиссером же третьей части был назначен Уве Болл, который давно мечтал поработать в киновселенной «Хищников чужих». Отмечается, что скупиться на актеров и спецэффекты студия не собирается. Уже подписаны на съемки третьей части такие актеры, как Оливье Грюнер и Эрик Робертс. По словам продюсеров студии «Асайлум», вся проблема прошлых двух фильмов заключалась в слишком узком спектре мышления создателей. Было мало локаций и героев. Как отмечается, создатели намерены расширить вселенную киномонстров и также свести с ними в битве динозавров и роботов. Динозавры и роботы были идеей Уве Болла, причем роботы будут наездниками на динозаврах. Как отмечается в синопсисе предстоящего фильма, из четвертого измерения на Землю проникли невероятные роботы-убийцы на динозаврах, которые мечтают разрушить созвездие сетки. А планета Земля должна послужить плацдармом для начала вторжения. Противостоять им по замыслу режиссера Уве Болла будут чужие и хищники, которые заключили временное перемирие. Бюджет новой ленты составит 300 тысяч долларов. Киноленту сразу выпустят в интернет, так как создатели переживают, что хлопоты с выпуском на Blu-ray отвлекут их от съемок «Чужой против Хищника 4», сценарий которого уже давно готов. Ходячие мертвецы уже порядком всем надоели и кабельный канал AMC некоторое время назад объявил конкурс среди фанатов. Суть конкурса заключается в следующем. Нужно придумать смерть для каждого из героев этого мыла. Основное требование – смерть должна быть зрелищной и окончательной. Создатели намерены в течение максимум двух серий расправиться со всеми героями ходячих мертвецов. По словам продюсеров, это будет очень весело. Отмечается, что будет снято несколько версий смерти одного и того же героя, так как хороших идей оказалось очень много. Все эти смерти можно будет потом купить отдельными DVD-дисками или скачать через интернет за деньги. Продюсеры с кабельного канала отмечают, что так они убьют сразу двух зайцев, продадут большое количество DVD с расправой над шерифом и его друзьями и прикроют сериал, рейтинги которого обваливаются как апрельские сосульки. Мастера по спецэффектам уже заготовили несколько тонн фальшивой крови из кукурузного сиропа. И, как отмечает Грег Никотеро, супервайзер эффектов в фильме «Смерть Глена» покажется зрителям цветочками по сравнению с тем, что они заготовили для остальных. Остается запастись чипсами и застелить все целлофаном. Будет очень грязно. Джеймс Кэмерон решил прекратить съемки своих аватаров, так как, по его словам, ему надоело. 1 апреля он дал интервью газете «Варите», где отметил, что согласно опросу «Левада Центр» никому не интересны истории про его «синих человеков» и что, несмотря на передовые технологии, используемые в съемках, все это дерьмо уже перегорело. Да, первый фильм зашел, и я поимел кучу бабла. Но совсем недавно я вдруг понял, что потерял массу времени и потратил его не на то. Представьте, что я мог бы снять за все то время, пока ползал в своем батискафе по дну Марианской впадины. «Мимо меня прошла куча интересных проектов, в которых я не смог поучаствовать. Это и продолжение «Чужих», и новый «Терминатор», который без меня похоронили окончательно, и куча чего еще. «Будь проклята» — это синее отродье «Нави», которому я посвятил свои лучшие творческие годы», — закончил режиссер свое интервью. Кэмерон отметил, что осталась огромная куча барахла со съемок. Часть раздадут актерам в качестве гонорара, часть продадут на eBay и AliExpress. Уже снятым материалом заинтересовалась студия Asylum и несколько независимых порно-студий. «По крайней мере, удастся выручить хоть что-то за этот кусок дерьма», — отмечает Джеймс Кэмерон. На этом все. Следите за интересными новостями в мире кино. Всех с первым апреля! Субтитры создавал DimaTorzok